вот интересные приглашения получил путин от президента бразилии он сказал что да мы пригласим на саммит следующий g20 в бразилию президента путина но есть нюанс как мы есть же ордер международного криминального суда мы подписали этот уговор и не исключаем что можем арестовать путина это какой-то геннадий плювок это издевательство потому что говорит мы вас приглашаем но у нас есть арест ну это уже хорошо что не стали так говорить хуже когда не просто приглашают и вот это вот приглашение лаврова на все еще они сотрудничают и безопасности европе мне просто сейчас на грамоте ребята вот как бы определитесь вы ну как в известном анекдоте лучше не скажешь либо вот трусы оденете ли крест снимите нельзя так и без трусов и с крестом на шее поэтому определяться пора давно пора определяться то что конечно плевок плевок но плевок такой его даже этого плевка быть не должно путин приступ путин разыскиваемый международным судом человек путин ведет кровавую войну по его при его из-за его амбиции из-за его дикого желания удержать власть том числе путем войны гибнут люди ломается миллионы судеб путин пощает мировой терроризм мы с вами знаем косвенных признаках свидетельствующих о поддержке хамаса страны путина да и прямые они есть кто встречается в москве когда идет война скажем так в газа встречается хамас который во всем мире признан террористической организации встречается иран стоящий за всем этим вот собственно как и вам еще ребята доказательства нужны для того чтобы понимать с кем вы имеете дело но вы еще тогда где то вы химчан или пригласите или пригласить вообще всех лидеров на двадцатку хамас они вот действительно вдруг они там одумаются посмотришь что к ними как-то по-человечески они вдруг бросит заниматься терроризм не бросит они другого ничего не умеют это их специальность поэтому вот даже такое приглашение так сказать с горькой пилюли это все равно приглашение не должно быть путин ни в какой двадцатке вообще если так в двадцатках будет то есть на двадцатке будут сидеть кровавые за одним столом с первичными лидерами этот формат надо распускать потому что какие могут быть интересы у южной африки бразилии и россии если мы так посмотрим по серьезным стране которые абсолютно никак не пересекаются практически кроме как что за столом двадцатки поэтому конечно можем там поиздеваться над путь на приезжаем эти арестуем на самом деле слова в самом формате путин уже не должно было бы быть давно и вот эти двойные стандарты мы с одной стороны считаем в россии агрессором войну агрессивной и преступной путина разыскиваем криминалом в мире а тут мы его еще и двадцатку приглашаем ты двойные стандарты они унижают весь мир на мой взгляд а геннадий как вы считаете а в чем суть приглашения путина считают ли цивилизованный мир что так они пытаются как-то не разозлить путин не делать эскалации как бы мы с вами готовы готовы разговаривать но я думаю что все таки это инициатива президента бразилии у бразилии весьма специфическое понимание происходящих процессов бразилия не до конца демократическая страна нами может быть идет только по этому пути и то там с серьезными оговорками и сдержками поэтому вот мне кажется эта инициатива самого руководства бразилии которая как бы всея типа показывает что а вот мы мы не в глобальных противостояниях состоим у нас своя политика мы как бы так сказать страна которая идет своим собственным путем вот мы по этому путина приглашаем я думаю широкая демонстрация но с другой стороны и вроде как кивок в сторону мира но типа он все равно не приедет то что мы сказать что угроза ареста существует ничего сделать не можем геннадий если говорить о том что делает путин за пределами пределами войны в украине вот последнее что он заявил это передает риа новости я просто его зацит за цитирую и мы это с вами проговорим вот нас есть высказывание путина о том что литва они там притиска притесняют русский мир русских и это может быть чревато для самой литвы и в подтверждение этих слов уже генерала нато говорит следующее что нужно готовиться к тому что может россия напасть на страны балтии ну вот удивительно мы с вами говорим об этом уже год что если путина дать возможность выйти сухим из воды и завет настигла сухим то следующий война прям тут же не сгорали и мы с вами приводили пример что скорее всего грузии армении самая легкая добыча возможен казахстан а далее страны балтии ну очевидно вот наконец-то не прошло и года как путин это подтвердился и в своих ответах на вопрос так называемых сценарий понятно что все было саржестировано никаких там случайных вопросов случайных людей не было поэтому понятно что это специальная угроза это угроза европе а а путин вы еще пригласите европейцы еще путина пригласить к себе на сотрудничество посвящение европы безопасности чтобы он вам там в лоб сказал а я еще и литву испоганя направлю туда танки пушки самолеты и посмотрите так сказать сдрогните еще и попробуйте со мной что-нибудь сделать у меня на ядерное оружие там немеряно вот собственно говоря вот эти все игры с диктаторами все игры с агрессорами они как бы приводит поощрение агрессор называется давай давай владимир владимирович мы все тебя боимся нападешь на литву а ну да ну конечно понимаем да сейчас вот будем думать что делать разработаем три сценария 5 так сказать подходов 6 так сказать способов противостояния все это так сказать за хорошие так сказать исследовательские гранты ну вот я вот не знаю чего непонятно с путиным на сидят там тысячи ученых чего-то там анализирует и так все понятно можно сэкономить серьезные деньги отдать украине на поддержку не знаю потому что